Здравствуйте, в эфир Якутия 24 новости экономики в студии Евгений Бажанко. До конца этого года Госдума может пересмотреть механизм формирования потребительской корзины. Это следствие повышения минимального размера оплаты труда, который приравняли к прожиточному минимуму. Теперь пришел черед потребительской корзины. В действующую с 2012 года корзину входит только набор продуктов питания на год. До этого входили и непродовольственные товары и услуги. Однако пока, как уточнили в Минтруде, идет работа по пересмотру только продовольственного набора. В него могут включить больше мяса, овощей и фруктов за счет сокращения хлебобулочных изделий, макарон и круп. В Якутии планируют создать региональную лизинговую компанию. Об этом сообщил первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства республики Евгений Наговицын. В ходе эфира передачи актуальное интервью. Она будет выдавать оборудование в лизинг сроком до 10 лет под 6% годовых. Уставный капитал компании 2 миллиарда рублей. Совместно с корпорацией МСП планов республики создать в этом году региональную лизинговую компанию. Сейчас проходит отбор среди регионов России по данному конкурсу. И пока республика успешно принимает участие, мы посмотрим, в ближайшее время станет известным итоги конкурса. И мы надеемся, что в этом году мы создадим такую компанию. Компания будет создана совместно с корпорацией МСП. И порядка с уставным капиталом планируется 2 миллиарда рублей. Компания будет выдавать оборудование в лизинг, именно оборудование. То есть предприниматели будут брать у этой компании оборудование в лизинг? Да. И по старски 6% годовых. Со сроком до 7-10 лет. Также Наговицын отметил, что в конце второго квартала 2018 года в Якутии начнет свою работу фонд поддержки местного производства. Фонд будет создан на базе венчурной компании республики при государственной поддержке. А потому планируемая ставка по займам составит 6-8% на срок до 10 лет. Банки выдают подобного рода кредиты под 15% годовых. Сумма займа может достигать 40 миллионов рублей. Недельная инфляция в России в период с 13 по 19 февраля осталась на уровне 1,1%, как и в предыдущие две недели, сообщил сегодня Росстат. С начала месяца потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года на 0,5%. За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца на 0,4%, маргарин и соль на 0,2%. Прирост цены на плодо-овощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы 3%, картофель 2%, морковь 1,8%, капусту 1,5%. В то же время помидоры стали дешевле на 1%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,8%, свинина, куры и мука на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились. Строительство второй обогатительной фабрики в ГОК Денисовский идет опережающими темпами, рассказали в пресс-службе Минвостокразвития. Как говорили наши китайские коллеги, рекорд по созданию подобной обогатительной фабрики, как Денисовская, 12 месяцев. Но мы уложимся в 10, поделился амбициозными планами глава угледобывающей компании «Колмар» Сергей Цивилев. Оборудование для строительства новой обогатительной фабрики поставляют китайские партнеры. Напомним, в настоящее время «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта. Первый строительство ГОК Денисовский, второй ГОК Ингалинский, которые стали якорными резидентами ТОР Южная Якутия, и третий специализированный терминал для перевалки угля Ванина Трансуголь в Хабаровском крае, которые являются резидентом свободного порта Владивосток. При этом угледобывающая компания не намерена ограничиваться выполнением только своих прямых функций. В качестве дополнительного производства «Колмар» намерен наладить выпуск минеральной воды. «Здесь есть запасы. Еще до нас была сделана разведка, есть скважина. Она, конечно, уже не рабочая, но у нас, собственно, техника, мы сами бурим скважины. В этом году мы начнем бурение и, надеюсь, станем добывать минеральную воду», – сказал генеральный директор компании «Колмар». Он пояснил, что вначале добываемая вода будет использоваться для нужд работников предприятий, а это 7 тысяч человек с семьями. Потом возможен выход на рынок. Правительство России сегодня обсудит законопроект, согласно которому ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка освобождаются от налогов на доходы физических лиц. Напомним, с 1 января 2018 года введена дополнительная государственная поддержка в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Эти выплаты и предлагается освободить от НДФР. Более полутора миллионов рублей единовременной адресной материальной помощи на подключение к централизованным источникам теплооснабжения выдано семьям Момского района Якутии. Это стало известно из выступления министра охраны природы Сахамина Афанасьева в ходе отчета правительства в районе. В рамках реализации республиканской программы «Семья» здесь произведено 217 выплат. Автостраховщики жалуются на высокие выплаты по ОСАГО. Проблемных регионов, где средняя выплата по ОСАГО превышает 100 тысяч рублей, средняя по стране 78 тысяч, за 2017 год стало вдвое больше, сообщил Российский Союз автостраховщиков. Все показатели, характеризующие убыточность ОСАГО в 2017 году выросли. По мнению Союза, это показатель роста мошенничества с ОСАГО. Нарастающая убыточность спровоцирована недобросовестными автоюристами, которые искусственно завышают выплаты страховщиков в судах. Для борьбы с этой проблемой Союз проводит совещание с правоохранительными органами в регионах, а натуральная форма возмещения по ОСАГО, то есть ремонт, была установлена в качестве приоритетной. В январе 2018 года наблюдался аномально высокий рост кредитования граждан для начала года, свидетельствует данные Национального бюро кредитных историй и Центробанка. Впервые с 2014 года объем выдачи превысил объем погашения. При этом объем вкладов в январе сократился на 2%, что стало рекордом за последние 5 лет. По данным бюро, по сравнению с январем 2017 года, количество выданных кредитных карт увеличилось на 68%, ипотечных кредитов на 63%, микрозаймов на 33%, автокредитов на 29%, а потребительских кредитов на 11%. Банки наращивают темпы выдачи на фоне стабилизации ситуации в экономике, говорит генеральный директор бюро Александр Викулин. По мнению президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, люди исчерпали запасы и вынуждены возвращаться к жизни в кредит. Объем экспорта российской продукции военного и двойного назначения растет. Пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более 50 миллиардов долларов, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Основные покупатели – Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия и Индонезия. Заключен контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400, отметил сенатор. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.